всем привет у нас десятка время 11 дня пока туда-сюда позвонил хозяевам хотел чтобы они же мне привезли эти железки и одну и вторую мы тогда эти уголочки сюда прикрутили пару прикрутили и уже подвигая удвигая телевизор мы подрегулировали этот зазор потом бы приварили но позвонили они хозяева сказали этих нету и не будет не заказали от купить их и найти на разборке невозможно сказали делай так мы сами подгоним люблю эту фразу поэтому так и будем делать не одну и вторую сторону ну сейчас как бы одинаковый размер телевизора там например от дверьки или этой ветровой одинаковые значит все одинаковые делаем зазор хороший хороший варим сейчас снимаем капот снимаем решетку две фары берем контактную сварку и первым делом варим эти точки поздравляю всех с наступающими праздниками у нас появилась в гараже елочка как же новый год без елочки нет нивелир это не подарок это просто нивелир вот так разбираю готовлю и будем варить видали подарки первые появляются под елочкой они будут появляться то кстати прикольный инструмент очень прикольный даже андрей бещенков завидовать будет ему но мы посмотрим его первого января когда здесь нас собирается побольше подарков работать сегодня много не будем варить много не будем делать много не потому как динка приезжает я же говорил а динка звонил нет пол девятого динка сколько километров осталось четыреста километров по идее около двух приедут до двух еще в принципе два часа рабочего времени может может и успеем что-то поделать пропустил холл двести километров фары 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 короче динка приедет мы еще в электриков играть не какой-то фольксваген 98 года пока ехали перестала абс работать печка не работает повороты не работают давай давай мы тебя уже ждем динка не смотрели да и печку таки заверзли они конечно ехать машину и без печки. Я тут уже занялся. Кстати, чтобы поддержать Динку, я на работу тоже ехал без печки. По секрету скажу. Так, ну что, варим? Не варим. Надо подтянуть немножко, она сдержала раньше, смещена в болт. Вот так надо. Вот. 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 Крыло снимаем. Ой. Так, его украсть не буду, поэтому надо аккуратно. Надо аккуратно. Далее. Вот этот размер у нас одинаковый, надо его не сдвинуть, поэтому мы сделаем, наверное, где шило. Нема шило. мы черканем тут, где оно должно быть. Вот так. То есть, это граница. Так. И тут, чтобы не убежало, в размере одинаковом, и тут черканем. Ну, так нормально будет. Вот так, да. Далее. Домоподобное. Вот здесь, в принципе, нет. Ее надо туда перенестить. Вот так надо. Как это сделать? Вот так. Надо вот сюда домкрат поставить красный. Вот где он? Вот он. Можно я в такой формате поснимаю? Я не буду это. Ускоренный домкрат делать. Можно же так поработать мы? А вы смотрите. Видео обещаю. Должен быть долгим, по идее. Так, домкрат вот этим насосиком вниз всегда работает. Вот так, смотрите, делаем. Вот так, да. Качаем. Насосиком вниз. Раз уехало. Два уехало. Три уехало. Три уехало. Сюда уехало. Отпустить эту надо. Тут вообще в РВЛ. Тут класс. Тут ход. А тут тоже хорошо. А вот так и надо варить. Тут примерно вот тут, где герметик. Ну, в принципе, одинаково. Больше половины. Так, делаем по-другому. Тут лучше, чем там. Значит, поэтому берем, накрываем стекло. Берем напильник. Берем напильник. Блин, напильник пропал. Переноска, блин, ты убирал. Тебе вообще ненавидимы. Где что? Вот так. Блин, я что-то готовился к димитерному приезду. Одел белый свитер, блин. Он какой-то такой большой. Если что, это белый свитер. Праздничный. Опа. Так, контактную сварку приготовлю. Рублю. Так. Так, контактная сварка. Есть. Готово. Так, что тут у нас будет? Три, да? Три? А, давайте три. А, видно. Раз, видно. Так, видно, видно. Вот старое место. В принципе, выступ туда-сюда нормально. Мне нравится. Так, с завода идет. Четыре точки. Давайте варим, да? Блин, ладно. Не дочистил где-то тут. Ладно. Вот тут будет первая. Вот тут вторая. Больше, что мне не нравится. Как-то сильно быстро. И какая-то точка неприкольная. О, прикольно. Прикольно. Эту переделаем. И последнюю, которая, блин, удобная. Бомба, я вам говорю. Бомба! Вот так выглядит. Прикольно, да? Красивенько так. Теперь мы сейчас с вами померяем расстояние. Примерно вот от панельки до угла. Здесь сколько? Ну, к примеру, 5 миллиметров. Домкрат держит. У нас телевизор толкал. У нас диагональка была разная. То есть 5 миллиметров от радиуса до торца. Здесь здесь более 10 миллиметров 8. Аж под 10. Вот видно, вот я рукой вот так делаю и оно ходит. Поэтому здесь как-то надо сейчас натянуть, сделать тоже миллиметров 5 и заварить. А готово. А вот вот так поднатягивает. Как и должно быть. Варим? Раз. Нет, не варим. Давайте зажмем. Или не будем? Не будем. Поджимать не надо. Я подрезал немного. Тут как-то оно вбок было. Вот тут. Да, вот тут. Вот тут, там, тут, там. Нормально. У них все нормально. Надо дальнее. Вот так вот. Так. Как там? Там так. Тут потом нет. Так. Вау. Вот так. Я по два раза нажимаю, чтобы точку виднее было. Жарко потеют. Жарко потеют. Сейчас камеру сниму. Вот и вторая наша сторона готова. Вот. Вроде прикольно. Отпускаем. Полностью. Это убираем. Это убираем. Это убираем. Вот это убираем. Это послабо сама. Это. И это убираем. И полуавтомат. И варим полностью. Это уже показывать не буду. Наверное, все-таки сделаем немножко под музычку. Да? Да. Все-таки сделаем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Заварил, зачистил. Многие спрашивают, зачем ты тут чистишь? Тут не видно. И тут не видно. И под колесом, когда расшиваешь, не видно. Потому что подкрылок защищает. Блин, люди, я привык везде чистить. Поэтому здесь и даже снизу, чтобы ладенько было. А подсветка не работает. Так. Далее двигаемся. Снял генератор. Снял кронштейн генератора. Подстучал все бугры, которые здесь были. Сейчас надо взять подушку, попробовать ее померить. Вроде кронштейн тут на подушке не пострадал. Вот этот. Вроде весь ровненький выжал. Надо же его подогнать, чтобы вверху щельки не было. Хотя здесь так разровнялось. Классно. Здесь такая острая складка была. А теперь, блин, вообще разровняли. Значит, теперь теперь надо брать обратный молоток. Подсветочку включил. Надо брать обратный молоток. И зачистить, приварить, выдернуть. Вот ямка. Вот есть ямка. И вот есть маленькая еще ямочка. Но здесь она понтовая, миллиметра два. Но тоже ее по-любому надо сделать. И вот очень большая вмятина. Блин, миллиметра восемь глубиной. Тоже надо ее аккуратно обратным молотком выдавить. выбить. Если нет, если не сильно не получится, то можно наварить и зачистить. Потому что зашпаклюют, подушку поставят, прижмут, оно лопнет. Надо делать лонжерон. Ну, а там, конечно, вон там тоже есть складка. Ай, блин, ударился ногой. Там стапель. Вот, тоже есть еще складка. Но обратным молотком я уже никак ее не сделаю. А там еще усилитель же, елки-палки. Я клиентам сказал, изначально, что я не сделаю, когда будет двигатель. Но они сказали, здесь не видно, как бы там. Но это тоже, это не это, не отмазка. Надо по-любому сделать. Поэтому придется все-таки здесь расшить. Сейчас просто хочу обратным молотком сделать, чтобы вот это ничего не расшивать. Тут же тоже там идет двойной металл. Это надо это расшить. Надо вырезать вот этот кронштейн, отцверлить. Потом это варить. Не хочу. Проще обратным молотком это место сделать. Отдергал обратным молотком. Приваривал. полуавтоматом и дергал. Кстати, это я для споттера первого делал. Я даже им работал. То есть, сделал споттер, потом обратный молоток, потом понял, что обратный молоток это зло и сделал пуллер. Смотрите, все чики-пики, все стало. Зазорчика нет. Оказывается, мы лонжерон сильно даже, не то, что перетянули, мы-то его вытянули в норму. Это радиус сильно изменился. Когда первый раз поставил вот этот кронштейн, то он играл, как на качельке, то есть, миллиметров 5 не доставало. То есть, миллиметров 5 был бугор. Пришлось забивать это все, подгонять под подушку. Потом зажал. Это для контроля, потому что может убежать. Он мягкий и он может утянуть, растянуть. В принципе, все совпадает. Все нормальненько, вот так. Совпадает, совпадает. Ситуация немножко у нас поменялась с вами насчет той складки на лонжероне. Делать мы ее не будем, потому как машина после меня едет на снятие двигателя. А потом она едет опять в наш край на малярку. И вот тогда перед маляркой она ко мне заедет, я обратным молотком выдергаю двигатель и обратным молотком выдергаю складку, которая там есть. А там она есть. Мы выдергаем складочку, вон, видно ее. И тогда пацаны ее заберут уже малярить. Я считаю глупо расшивать, вырезать усилитель, опять зашивать, куча работы делать. Потом подъедут, законим ее на эту яму, если будут заняты этот стапель. Или загоним ее в склад, возьму полуавтомат и уже тогда выдерну. Поэтому у нас немножко подубавилось работы с этой машинкой. Так, ну, можно это сделать. Здесь надо аккуратно взять досочку и переместить этот кант сюда. Тогда здесь немножко натянется, немножко натянется и уйдет вот эта волна. Ну, это по-правильному там взять досочку, бывает. Это надо делать двумя молотками. кстати, надо еще вот это подрезать на этой стороне, там было нормально, а здесь вот этот кант, блин, почти на сантиметр больше нормы, надо взять его аккуратненько, обрезать, чтобы вот так не торчал. А вот это надо вот такими крещами сделать. Всех с наступающими. знаете, что повезло? Потому что видеокамера рассчитана под правую руку, а я левша, поэтому мне снимать и работать ну, очень, очень хорошо. там надо ударить вот тут кстати, это красить было, поэтому не переживать. Но это уже надо двумя руками немножко подровнять. вообще тут металл растянут и он может не подровняться, но мы попробуем аккуратно. А многие заметили, этими поддержками не пользуюсь? Потому что у меня нету поддержки все кувалды и все баловки поддержки. А здесь кантик немножко подобьем. Он как же даст нам жесткость. все 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 хватит стучать, а то вдруг еще окажется, что они красить это не будут. они перекупы перекупы непредсказуемые. Непредсказуемые. Это просто губчиками надо взять. Или это. Вот такими штуками. вот так. Вот еще сделали кусок работы. оборванная. нет, 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 не оборванная. Это я вчера выровнял, она была кривая, когда бампер мерил. Теперь Макс Шелков если будут машину осматривать, ну вдруг, мало ли, посмотрит и скажет ага, телевизор родной, точки заводские, даже лучше, чем завода. Кстати, приехал хозяин машины я вам показываю, говорю, вот герметик хорошо получилось сохранить. Здесь надо споттером дернуть, только так, чтобы герметик не повредить. Ну, говорю, а здесь я тебе точек сделал, чтобы подзавод косила. Знаете, что он сказал? Говорит, блин, ну ты что, говорит, не мог тут герметик родной оставить, подогнать телевизор под герметик, чтобы родной герметик остался? Ой, блин. Не, ну я ему объяснил, конечно, что так не получится. Ну, человек говорил, что лучше бы герметик оставил и это, это, это. Извините, как можем, так и делаем. Я думаю, у нас сегодня хватит. Там Димке осталось 20 километров, в принципе, уже можно ехать встречать. Осталось нам по машине понты трещину заварить. Трещинку заварить под это, подстучать лопушок, плоскогубчиками выровнять эту штучку. Это споттер, это споттер. И, так и все, по идее, петлю приварить. Петлю, ну, надо, приварим. Или по торцу приварим. Не будем, наверное, сверлить отверстие. Вот здесь и приварим. В принципе, так я приварить могу? Могу. Рихтовочным напильником могу зачистить? Могу. А, я не знаю, посмотрим. Или снимем какого-то, что, желательно кантик переклепать какой-то. Завод косячный канк сделал. А замок не помню. А, и, кстати, в последнюю минуту в последнюю минуту приперли мне одну штуку. Говорят, ну, нет, ну, давай хотя бы одну дадим. Так, ну, поздно я уже приварил. Блин, я так просил, дайте замок. Там, блин, место такое кривое. Место же вот это такое кривое. Надо попробовать, если что, распиляем. Отсверливать ни в коем случае не будем. А то сейчас кто-то подумает, что мы тут отсверливать будем. Нет, не будем. Не будем. Ни в коем случае. Надо еще вот это место обрезать. Вот так взять напильник или бормашинку. И прорезь, если идет 2 сантиметра, то будет у нас идти 2,5 радиус так обкультурить. Если вдруг будет мешать ригелю. Кстати, ригель завода криво, блин. Или согнули. Выгнуть немножко. Надо его стукнуть, выгнуть. Немножко нам осталось. Там каких-то полчаса, там часик. Со стапеля снять минут 10. Ходовку собрать минут 10. Но это уже не сегодня, а завтра воскресенье. Выходной тем более нет, а понедельник фиг его узнает. Короче, если я потеряюсь, значит, мы с Димкой хорошо отметили встречу. Подарки, елочки, камин. Камин, да. Надо было сделать с картона камин туда. В этом году делать уже не буду. На следующий год сделаем. Андрей, привет. Всем привет. Всех с наступающими праздниками. Счастья, здоровья, удачи. Увидимся скоро. Может, завтра и увидимся. Хотя, может, про встречу сниму видео. Возможно. Ну, как мы с Димкой встречались. Всем удачи. Ваше впечатление от города Кохолка? Отличное. Отличный город? Не обмануй. Просто шикарный. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok